Стены содрогались, спорткомплекс победа чудом не дал трещину. Клуб Барнаул провел сложнейший сезон, вышел на борьбу за золото против Чебоксар, в гостях проиграл. А в последнем матче финальной серии мы встретили ястребов уже на своей площадке, чтобы устроить настоящую алтайско-чувашскую мясорубку. Чебоксары приехали сюда с форой в 10 ишков. Задача наших ее сбить, то есть победить примерно со счетом с 11+. Пока вроде, если смотреть на табло, получается, но игра очень интенсивная. Напряжение сказывалось и в ошибках с обеих сторон, и в нарушении правил, и без силовых приемов не обошлось. Но какова была битва? Барнаул всю первую половину медленно увеличивал разрыв, но ястребы наступали на пятки. А как обе команды бились в защите? Вторая половина – череда удалений. У Барнаула после пяти персональных фолов забрали лидера Дмитрия Злобина. Конечно, были опасения. Димка, наш капитан, наш лидер, бессменный, были опасения. Но к тому времени была некая разница, и мы пытались контролировать именно нашей игрой. И все получилось. Барнаул – чемпион Суперлиги 2. На виду встали Миньцемпионный клуб «Барнаул». За этот сезон каждый сделал свой вклад. В последней чемпионской игре невероятное сотворил Даниил Синегубов, который забивался штрафной. Добивал, шел в проходы, открывался для передач и принес команде 35 очков. Чемпионы стали. Конечно, отличное самочувствие. Я старался, чтобы команда победила. Даниил Синегубов попал в символическую пятерку лиги, а помимо него еще двое из Алтайского клуба. Вот он, лучший разыгрывающий Артем Чеваренков и лучший атакующий защитник Дмитрий Зловин. Я три года назад, когда вернулся в Барнаул, сказал, что хочу выиграть с Барнаулом золотые медали. Сегодня я подтвердил свои слова. Надеюсь, что все рады, как я. У вас есть какие-то планы? Как праздновать-то будете? Пока не знаю. Надеюсь, шампанское нас ждет. Шампанское, может, что и покрепче они заслужили, потому что золотом баскетбольный клуб Барнаул ответил всем, кто говорил, что команды больше нет, после переименования, смены тренера и руководителя. Теперь команда получает зеленый свет для прохода в Суперлигу и ощутимую надежду на дополнительное финансирование. Я вам обещал, что самое интересное будет в конце. Мы сделали это. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком.